В Кинишме приют для бездомных животных так и не успел переехать в новое здание. Минувши ночью помещение, которое выделила городская администрация, сгорело. Организаторы приюта уверены, что это поджог. Новый дом для четвероногих питомцев обустраивали, что называется, всем миром. И теперь вся работа на смарку, а животные остались без приюта. Все подробности в репортаже Вероники Мелентьевой. Алена Шибанова организовала приют для потерявших дом кошек и собак в собственном частном доме. Соседи недовольны, слишком шумное хозяйство. Их понять, наверное, можно. Около сотни животных, часть которых лает во дворе, создает неудобства. Девушка обратилась в городскую администрацию. После долгих поисков на улице Парковой нашлось здание старой поликлиники. Две недели назад Алене вручили ключи. Здание заброшено. За дело взялись добровольные помощники. Мы расчистили территорию, убрали мусор, то есть расчистили комнаты от мусора. Работы, в принципе, было сделано много и помогало очень много людей. То есть равнодушными мало кто остался. Помогали в основном молодые люди, поделилась хозяйка приюта. Ребята не только выгребли мусор из дома, но и вырубили заросли вокруг, привезли сантехнику. Вокруг коллективные сады. Многие соседи были совсем не против присутствия здесь обездоленных зверушек. Потрезвитель хотели сделать. И здесь стояло все под сигнализацией, потому что в сад мы ходим постоянно. И когда мы узнали, довольно-таки многие узнали, что здесь будет приют для бездомных животных, собак и кошек, довольно-таки многие восприняли это положительно. Но, как и казалось, не все. Волонтерам местные угрожали неоднократно. Сюда не успели мы даже и переехать. Люди пошли уже против. Причем всего-то, может, несколько человек. В основном коллективные сады спрашивали мы садоводчеством. Не против были даже. В принципе, не то, что все равно было, но не против были. А несколько жителей высказывали прямо огненно. Не пустим вас сюда и все. Пожилая пара неоднократно, нецензурной лексикой обращались, что не нужны тут шавки. Алена уверена, что от угроз противники перешли к действию. По ее словам, и пожарные, и полицейские вывод сделали одинаковый. Новое здание приюта подожгли. И хотя очень жалко потраченных сил, но восстанавливать дом девушка боится. Хорошо, что недобрые люди сожгли здание, пока здесь не было питомцев. В городской администрации Алену успокоили. На этом помощь властей, безнадзорным животным и хозяйке приюта не закончится. Городская администрация будет и дальше подбирать подходящее помещение за городом. Конечно, у нас в нашей собственности остались фактически одни подвалы. Каких-то нормальных помещений нет. Но я думаю, что-нибудь подберем. В крайнем случае, где-то подберем на окраине земельного участка. Там, где любители животных не будут мешать тем, кто кошек и собак не любит. А с помощью добрых людей и волонтеров на новом участке, надеется чиновник, будет построен для четвероногих беспризорников новый дом. Вероника Мелентьева, Алексей Серый, Вести Кинишму.